Тогда начнём. Моя презентация займёт поменьше времени, чем полчаса. Она такая очень простая. Я расскажу исключительно про один такой механизм, алгоритм работы с тем, когда вас гонят. Он простой, но он действует. По крайней мере, если кто-то его знал раньше, то я рад за вас. Если нет, то можете пользоваться. Представим себе ситуацию такую стандартную. Работаю, никого не трогаю, всё вроде хорошо, все довольны, думаю ни о чём плохом. И тут вдруг такое внезапно письмо. Что за письмо? Ага, сюрприз. Так. Дорогой Антон. Вполне реальная ситуация, кстати. То есть это просто письмо, переведённое на русский язык. Ну, из-за исключения упоминания конкретных лиц, проектов и так далее. Чтобы не было понятно, что это было. Я увидел твой баг, который переоткрыл двой сотрудник Иван. Как видишь, он был исправлен 16 декабря, а проверен только сегодня, 2 февраля. В результате нам пришлось выпускать новый билд релиз кандидата. И придёт, соответственно, всей команде QA перетестировать заново часть функционала. Учитывая, что на проекте было немного совсем багов, мне непонятно, почему он был проверен не сразу. И вроде как процесс такой. Ставим билд, проверяем баги и потом тестируем. Ну и как бы ожидать 8 недель на данной стадии релиза, это как бы совсем unacceptable, неприемлемо. Вот, с уважением, Светлана. И кто такая Светлана была? Светлана? Светлана? Светлана. Вот такая вот ситуация, то есть, ну понятно, что это жалобы. То есть, вроде как, потому что событие уже произошло, и вам приходит такое неприятное письмецо. Что делать? Что делать? Ну подумаешь письмо. Может забить? Реакция, да? Может забить и как бы вообще не писать ничего? Ну да, случилось, не было. А может просто там спросить, подумаешь, проблема? Хороший ответ, thank you very much. Я рупинья на звери, мы им портить. Пишите, пишите, пишите еще. Ну то есть, можно спросить разве это проблема? Ну подумаешь, ну проверим баги. Можно отписаться в стиле, ну там, сам дурак или сама там, твоя жена. А пишут тут всякие с багами. Не знаю. С нашей стороны все нормально, с твоей не твои проблемы. Может там кому-то вообще просто банально фарварднуть письмецо и как бы самоликвидироваться. Пусть кто-то другой разбирается, менеджер. Ну все-таки не очень хорошо. Потому что тут это конечно не совсем относится к нашему проекту. Тем не менее, такая немножко нудная статистика. Если кто-то, ну заказчик, клиент остался недоволен какой-то работой. Точнее, как расходится информация от одного заказчика. То есть от того, с кем вы работаете. То есть если вы работу сделали хорошо, то, наверное, те человека где-то в среднем узнают о том, что вы сделали работу хорошо. Ну и отлично. Если вы сделали работу отлично, то человек в 10 узнает. То есть заказчик пойдет, расскажет там, или в разговоре поддержит беседу и скажет, что вот такого человека он был очень классным. Он был хорош, он сделал свою работу отлично. Тем не менее, если вы работу сделали плохо, то уже так человек 25 узнает об этом. То есть она как-то так начинает расходиться, такие слухи спредние, какие-то недовольства. Вот. И вот зато, если работа была вообще такая ужасная, то есть провальная и кошмар, то вот такой вот 50-65 человек, как бы довольно серьезное число, понятно. То есть понятно, что этот человек, который в обители, заказчик, он, наверное, не пойдет ко 50 человек, он скажет, вот смотри, с этим вот не работай, потому что он плохой, плохой вообще. Так оно вам скажет одному, другому, третьему, потом информация расходится, так вот, как по пирамиде. И в результате в среднем по исследованию 50-65 человек узнает. Поэтому нельзя отдаваться на соблазн ничего не делать с этим письмом. И поэтому держим марку, сохраняем репутацию хороших подрядчиков, исполнителей и разбираемся в претензиях. Собственно, тут есть такой специальный алгоритм. Подгазовательный. Скажите, когда слайд сменится. Все, уже все, Женя. Значит, что делать, да? Еще раз перечитываем письмо. Может, мы все-таки что-то не поняли. Может, все было не так плохо. Если оно на английском, ну, скорее всего, оно на английском. Можно, например, попросить кого-нибудь перечитать письмо тоже. Ну, и узнать, действительно ли вы правильно поняли, может быть, что там все-таки не так. Либо, если есть непонятные фразы на английском, это вообще обязательно. Ну, я думаю, все это и так знают. Но, тем не менее, лучше все-таки попользоваться Google Translate, либо спросить более знающих коллег, что все-таки они знают. Потому что очень часто, особенно, наши ирландские товарищи любят писать очень витьеватые. И не всегда можно разобраться, ничего не имеют в виду. Если, ну, тоже такая best practices, довольно очень известная. То есть, если вдруг письмо реально вас задело, ну, вы разразлились, там, вообще решили, что, блин, как же так. То лучше не сразу, сразу ответ написать. Потому что он обычно содержит очень такого эмоционального краша, но вы потом пожалеете, наверное, что написали такое письмо. Поэтому лучше все-таки там подождать часов. А еще лучше, если там вечером, например, произошло, то и наночь оставить. Потом заново перечитать, уже писать, начинать ответ. Кстати, в этом конкретном случае сначала придет письмо, я ждала 8 недель верификации банда, а потом я ждала сутки твоего ответа. Нет, ну, поэтому я говорю, что тут, наверное, тут час примерно. Потому что если оставить, утром пришло и на следующий не ответить, то боюсь, что будет страшно. Ну, если можно оставить, то, знаете, по собственному опыту. Сначала пишешь и не стираешь, а сохраняешь его, а потом на следующий день читаешь и думаешь, как же я такое смог написать. Если бы я это отправил, было бы шумно. В общем, перечитали, поняли и начинаем собирать факты. Ну, тут опрашиваем всех причастных, собственно, кто участвовал в этом деле, почему оно так произошло. Отвечаем для себя на два вопроса. Обоснованы ли жалобы, потому что вполне может быть, что написали хрень и все нормально на самом деле. И так ли все на самом деле, как описывает заказчик. То есть, может быть, ситуация была не такая и заказчик просто неправильно понял, либо как-то интерпретировал по-своему. Собираем доказательства своей правоты, если жалоба была необоснована. То есть, если обоснована, то понятно, что тут собирать. И так все понятно. Если вдруг все не так, то нужно собрать конкретные факты и доказательства, чтобы потом предъявить их заказчику. Значит, про необоснованные жалобы тут ладно. Ну, дальше я рассмотрю ситуацию, когда жалобы все-таки обоснованы, но реально по калории где-то заходят. Значит, дальше начинаю писать письмо турецкому султану. Вот здесь, значит, тут, собственно, основная часть доклада про то, что надо написать в письме, чтобы все прошло хорошо. Значит, письмо ответное делится на несколько частей. Вначале, вот первая часть, нам нужно показать понимание и сочувствие ситуации. Что-нибудь типа того. Дорогая Светлана, я полностью разделяю твое беспокойство по поводу столь большого времени проверки в багах. Оно действительно неприемлемо на этой стадии релиза. То есть, да, признаем, действительно так. Но, как видите, ничего, не говорим, простите, пожалуйста, извините, мы больше не будем в жизни. Не в таком формате. Дальше поясняем причину случившегося. То есть, да, 16 января я там, видя висевший баг, напрямую просил Ивана его проверить. Однако, из-за загрузки на нескольких проектах, Иван отвлекся, выпустил баг из виду. Я, к сожалению, также не проверил результат работы. Как итог, баг, да, попал в X-кандидат. То есть, мы говорим заказчику, как мы видим эту проблему и, по большому счету, подтверждаем точку зрения, которую нам прислали в жалобе. То есть, если вдруг, на самом деле, мы видим это иначе, то, скорее всего, человек, заказчик нам напишет, что мы ситуацию представляем по-разному. Ну, либо, если вы сами видите, что реально по-разному, то это надо спросить. Это взято, кстати, достаточно неплохая ситуация. Когда, ну, то, что ты здесь написал, реально есть какие-то объективные причины. Самый фиговый для объяснения fail, это когда объективных причин не было. Не было загрузки на нескольких проектах. Иван просто забил и не проверил. Ну, мы немножко приукрасили, на самом деле. Все так и было. Мы все не первый день работаем. Тем не менее, нам нельзя сказать, что мы ничего не делали. Ну, сам понимаешь. Поэтому вот так, да. Дальше мы рассказываем, что, собственно, предпринимаем для исправления ситуации прямо сейчас. Ну, например, в таком виде. Прямо сейчас мы проверяем все ставки на проекте баги, которые висят в статусе исправленных. Кроме того, мы проверим исправление этого самого переоткрытого бага. Как только фикс появится в билде, я немедленно дам знать о результате. То есть, говорим, что вот, мы готовы исправлять, мы вот сейчас работаем. И сразу, как только будет какой-то результат, я напишу. Если у вас уже есть результат, то вообще классно. Вы можете сразу в этом ответе написать. Мы все проверили, все исправлено, там все кучком сейчас. Ну, вот такой маленький довесок, что да, Иван тоже извещен о проблеме. И дамы указания по возможности не допускать такого в дальнейшем. Дальше, после того, как вы предложили, собственно, немедленное решение проблемы, предлагаем варианты предотвращения ситуации в будущем. То есть, как сделать так, чтобы ситуация больше не повторялась. Потому что мы, как и собственные заказчики, мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, и должны убедить его или ее, что мы приняли их сведения, мы учимся на своих ошибках, и хотим, чтобы в будущем такая ситуация не повторялась. Можно что-нибудь такое. Для предотвращения такой ситуации в будущем, давай определим максимальный срок нахождения бага в состоянии исправления. Я вам предложу две недели. Устраивает ли тебя такой срок? И вот так же для мониторинга багов предлагаю собирать статистику по неврастной цели и высылать тебе вместе с еженедельным отчетом. Как результат, мы оба сможем контролировать процесс работы с багом. Рассказали, что будем делать? Спрашиваем согласие. Вообще хорошо предложить, например, несколько вариантов, если вы видите, чтобы заказчик почувствовал, что его не принуждают к какому-то определенному решению, а предлагают варианты. Это обычно лучше. Лучше не предлагать такой вариант, который вы потом не сможете. Ну конечно, да. Но предлагать, конечно, реалистичный вариант. То есть вы действительно там можете сделать, и оно так ложится в процесс, то это и предлагаем. Ну и заканчиваем письмо тем, что выражаем надежду на благоприятный исход дела, на позитив-энд такое создаем, и благодарим за указание на проблему. То есть искренне надеюсь, что исправление бага будет как можно скорее добавлено в новый билд, который будет финальным релиз кандидата. Благодарю за вовремя замеченную ситуацию. Простите, подозреваемый последний раз. Девелопмент вот это вот прочитает как «девелоперы бегом». Мы, наверное, уже побежали, на самом деле, к девелоперам, сказали «пожалуйста, сделайте скорейся». Вот такой вот алгоритм. Дальше, собственно, отправили и получаем ответ. Дорогой Антон, не была, кстати, или нет? В первом письме я тоже набрал. Спасибо за быстрый ответ. Проблемы действительно случаются, не переживая очень сильно. У всех нас много проектов, и невозможно следить за всеми назначаемыми задачами. Назначаемыми имеется в виду тех, которые назначаются кому-то. Да, я согласен установить 2 недели максимального срока проверки исправленных багов. Я ожидаю статистики. Статистики по багам в следующем отчете. Спасибо за помощь в этой проблеме. С уважением, Светлана. Дальше, если вы обещали написать о результатах действий, то, конечно же, надо написать результаты действий. Это обязательно, иначе… Нет, имеется в виду, если вы обещали в мгновенном решении вопроса, что вот мы сейчас вот это делаем, я напишу о результате, то напишите, конечно, результате и реально сделайте то, что вы обещали. Потому что если не сделаете, то тогда точно надо будет кому-то выше писать. По-моему, пожалуйста. Пишем. Дорогая Светлану, мы проверили исправление бага в новом билде. Проблем не найдено, баг закрыт как исправлен. По остальным багам. По остальным багам. Состояние исправлено. Всё. Вот что-то я за 7 ночи успел. Беда такая. Все они успешно закрыты, да. С уважением, Антон. Надо было на английском оставаться, а на русском он очень непривычно считается. Слишком вежливым. Вот. Ну и, в общем-то, получаем ответы. Отличные новости. Спасибо. Всё супер. А потом первое письмо. В общем-то, вот такой вот алгоритм. Он не сложен, в принципе, для запоминания. То есть, вы высказываете сочувствие, объясняете причину произошедшего. Коротко, конечно, не надо портянку писать. Всё это письмо должно быть достаточно коротким. Говорите про мгновенные результаты, как вы вот прямо сейчас проблему будете исправлять. И предлагаете варианты, что делать дальше, чтобы такая ситуация не повторялась. Ну и благодарите за указание на проблему. Получаете профиль. Бывают ситуации, когда жалобы необоснованы. Когда вот на вас просто нагнали, и сказали, вот, был опух. Тут, я сейчас много не скажу, ситуации, на самом деле, бывают сильно разные. Тут такого шаблонного алгоритма нет. Ну, из того, что можно точно сделать, то есть, не извиняемся напрямую, не принимаем вину на себя, если действительно жалобы необоснованы. То есть, можно такими вот фразами, типа, я сожалею о случившемся. Понимаю вас действительно. Понимаю вас действительно неприятные ситуации. Или я понимаю ваши чувства в этой ситуации. Ну, на английском это будет отвечать. Но, если есть что исправлять, то надо всё равно помочь. Потому что, даже если мы были неправы, точнее, мы были правы, но кто-то был другой не прав, но и проблемы фактически есть, и вы что-то можете сделать, то всё-таки лучше помочь, даже если мы были напрямую не виноваты. Ну и, так как нам всё-таки нужно что-то сделать с этой жалобой, то пытаемся выяснить причину жалобы посредством открытых, точняющих вопросов. Что именно там, ну, например, обменяют в том, что мы там не вовремя что-то сделали, а мы можем спросить почему. Почему? Какой именно срок мы там нарушили? Либо по процессу вот у нас вот так вот. Где именно мы там оказались? Мы сделали что-то не так с вашей штучкой здесь. Или что-нибудь так. Ну и дальше действуем по ситуации в зависимости от того, что нам ответили. А вот вежливо опровергаем критику с помощью собранных ранее доказательств. Тут надо тоже так очень аккуратно подходить к вопросу. Не напрямую, то есть ты не прав, у нас вот такие доказательства. Но как-нибудь так. Помнишь, мы говорили о том, что вот смотри, вот письмо при отдаче, как-то так. Вы все-таки были правы. Ну вот, пожалуй, вот это все, что я хотел рассказать. Про алгоритм. Возможно, он будет для вас полезен. Есть ли у вас какие-то вопросы? Ты его сам используешь? Да. Но это реальная ситуация. Она ровно так разрешилась. То есть я переводил фактически с английского письма. Поэтому она работает, да. Может, у кого-то есть ситуация, которую хотели бы обсудить? Или рассказать тоже пример, там, как? Оп, привычки. Можешь откатить на один слайд назад? Картинка смешает. Да? Да, обычно где-то вот между третьим и четвертым пунктами уже приходит начальство и начинает тоже участвовать в решении вопроса. Но я в целом хотел добавить, что ситуация с необоснованной жалобой, как правило, она сводится или к недопониманию, то есть или это была не жалоба, и мы не так поняли, или требования, или что-то не так понял, кто-то жалуется, или она сводится к тому, что нужно, в общем, проблему и конфликт решать на уровень выше. То есть, как правило, нужно подниматься на уровень начальства. На уровень начальства того человека, который сделал лажу, или не сделал лажу, но его в этом обвиняют, и на уровень начальства того человека, который писал жалобинар. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.